Вот так вот выгранит дорога к Лас-Вегасу. Она вся такая, это чисто пустыня. В конце пустыни будет... Вот так, видим немножко легкого перекуса в греческом ресторане. В греческой столовой. Нифига себе, на въезде в Лас-Вегас вейт-стейшн работали. Сколько раз ездил, первый раз такой. Не удалось им лет. Приготовлены в микроволновке. Три яйца, молоко, сейчас подрежут помидоры, колбасы, сыра. И будет такой интересный, такой чек-стейшн в Лас-Вегасе. Просто проезжаешь, так вот. Такое большое расстояние, достаточно по кругу. Полицейские стояры, но они никого не останавливают. Может как-то сфотографировали. Траке, не знаю. Цель этого заезда непонятна была. Вот мое любимое занятие наблюдать за дебилом, который перестроился в левый ряд. На траке Найт. Парень, который сзади уже в шоке, потому что едет за ним уже сзади 15 минут. Хочется его обогнать. Да я в принципе тоже не против обогнать, потому что едем 15 минут сейчас. Но дебилов хватает на дороге. К сожалению, ничего не поделается. Иногда, чтобы увидеть красоту, нужно посмотреть не на стекло, а сквозь стекло. Тогда вы увидите, что мир по-настоящему прекрасен. Прекрасен в некоторых его местах. Еду в сторону Бостона. Завтра у меня в 7 утра разгрузка. Осталось 570 минут. Пенсильвания. Как приятно ехать с утра, когда я еще никто не проснулся. Дороги чистые и пустые. Удовольствие. Кстати, в Пенсильвании очень много саранчи. Поэтому, будьте аккурат, в воскресенье, 84-е, штат Нью-Йорк. Всю дорогу пробка по Нью-Йорку, по 84-й, горы. Когда мне говорят, что в какой-то компании там так классно работать. Мы ездим все время на ИСТ, по ИСТу все время катаемся. И так классно, так нравится. Я, честно говоря, не понимаю, что здесь может нравиться. Постоянный трафик. Постоянно газ, тормоз, газ, тормоз. Не слишком много удовольствия, конечно. Приехал на разгрузку в район Бостона. Сегодня воскресенье, 7 вечера. Запарковался прямо на компании. Все закрыто, воскресенье, выходной, никого нет. Это парковка для легковых машин пустая. Сзади тоже все пусто, поэтому встал прямо здесь. Да и с тракстапами здесь не густо, потому что на Сачистов, кто знает, здесь всего несколько тракстапов. Завтра в 7 утра разгрузка, поэтому решил прогуляться немного, ноги размять. И спортзал недалеко, 2 мили. Можно было бы отцепить и на Бобтейле поехать. Но, если скажу честно, лень. Три дня ехал по 11 часов в день и как-то так даже вымокал. 90-я штат Нью-Йорк, дорога платная. Улица 75 градусов, поэтому на нововом стекле. Куча комару, пучел и другой живности. Помните, что в грузоперевозках в американских нет никакого кризиса уже последние несколько лет. И нет его сейчас. Цены абсолютно стабильны на протяжении последних 4-5 лет. Кризис есть только в головах у драйверов, которые охренели у своих запросов. Утром в Сирахьюзе и дальше еду через Рочестер, через Баффало под 90-е, в той канадской границе. Нужно быть очень аккуратным в этом районе, потому что навигатор, что Google Maps, что Garmin ведут через Канаду. Потому что через Канаду как ближе, если вы едете в Мичиган, я еду в сторону Детройда. Поэтому нужно быть внимательным. И там будет развилка 290-е, 90-е, надо продолжать ехать под 90-е. Дорога это платная. Весь маршрут по Нью-Йорку, по штату Нью-Йорк, по Ай-90 стоит 125 долларов в одну сторону. И я доехал до Сирахьюза и думал уже объехать этот участок, который через Рочестер, Баффало. Этот участок стоит всего 43 доллара, а объезд 78 миль. То есть не имеет смысла объезжать уже этот участок, если до Сирахьюза доехал. Но до Сирахьюза мне надо было по-любому доехать по 90-е, чтобы разгрузиться. Поэтому, как ни крути, когда брокер дает груз, и он дает его там чуть-чуть дороже. И бывает диспетчер говорит, блин, там такой классный груз, за него там больше платят. То зачастую просто дороже стоит платная дорога, и конечная цифра остается тоже та же самая. Это такая, когда у вас диспетчер неопытный, то он не понимает, что он видит общую цифру, он видит цену за милю, но он не понимает, что из этого груза нужно будет еще вычесть платной дороге. В очередной раз был знак, траки используют левую линию, трак едет в правой линии, это нарушение. И нужно быть внимательнее. Если втыкаешь в телефон, то можешь пропустить какой-то знак, это спокойно полицейский может остановить за нарушение движения. Все равно я общался с ребятами, такими заедлыми дальнобойщиками, которые, некоторые из них смотрели моего видео, и с словами о том, что я не прав, потому что я обобщаю, что я говорю, что бизнес идет вниз, но вот в конкретных ситуациях некоторых бизнес не идет вниз. Да, они правы, я с ними согласен, что есть люди, которые сидят на хороших контрактах, работают в фирмах, у которых хорошие аккаунты, работают на карппольнерах, на фатбэдах, на снэпдэках, грузятся не с лоубордов, которые, ну, паблик словами, паблик лоубордов, на которые, скажем так, для общего, а грузятся именно с закрытых лоубордов, там, где грузы по более интересным ценам. Естественно, что у них ситуация намного лучше и намного интереснее, поэтому нельзя говорить, что для них рынок падает. Для них рынок не падает. Рынок падает для остальных, там, 80 людей, 80% компаний. Есть люди, которые в этом году зарабатывают больше, чем в прошлом, но это частности. Поэтому частности, ну, для того, чтобы попасть в эти частности, у вас должен быть и опыт определенный, и умение, и чистый рекорд, и знакомство, и какой-то удача. Для большинства случаев, как в случае, рынок падает. То, рынок не падает, он уже упал по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с позапрошлым годом, он такой же, как и был. Поэтому нельзя говорить, что он падает или растет, он стабилит. Рынок стабилизировался. Мне тут по 94-му интерстейту, штат Мичиган, там, где находится Детройт, никогда не думал, что так тут красиво, потому что всю зиму здесь идет снег, и так особо не заметишь. Так очень зелено, очень насыщенно, растерии красивые. Мне еще 40 миль ехать до разгрузки, я разгрузка до трубок. Общавшись недавно с группой дальнобойщиков, я поднял вопрос о том, что все-таки работа трак-драйвера, она ведет к какой-то деградации человека, да? То есть, я не говорю, что это только работа трак-драйвера. Наверное, работа электрика, сантехника, слесаря и еще много таких профессий, которые как бы одевают на вас такие шоры. И те мечты, те желания, которые у нас были когда-то, приехав в Америку, поработав там где-то там на стройке, и сев на трак, временно, на год, на два, немножко подзаработать, потому что, чтобы потом пойти дальше, многие задержались в этой профессии на годы, а то и на десятилетия. И поэтому я для себя сделал такой вывод, проанализировал в первую очередь свое состояние, состояние своей души, состояние своих мыслей, что несмотря на то, что я стараюсь ездить в траки и учить английский язык, смотреть фильмы на английском языке, какие-то уроки, читаю книги, да, там, занимаюсь спортом плюс-минус, более-менее. Все равно работа дошла до автоматизма. То есть все, что я делаю, переезду вперед, назад, влево, вправо, дистанция, то есть вот эти вот моменты, парковка, чек-ин, чек-аут, крепление груза, это все дошло до автоматизма. Да, конечно, первый там полгода, год, когда только учишься, ты набираешься опыта, но потом ты просто это делаешь, да, ты просто делаешь монотонную работу. Да, она связана с рисками, да, вы не бываете дома, если у вас есть дом такой с джакузи, трехэтажный, долматинец бегает по улице, да, вы не видите семью детей, если у вас есть семья и дети, потому что бывает, ребята звонят и говорят, получил, наконец-то сидел, и слава богу, потому что дома жена, двое детей, голова раскалывается, поскорее бы на тракт. Разные люди есть. Я не к тому, я к тому, что мы разучились смотреть на себя со стороны. Когда вот, чем дольше ты работаешь в этой профессии, тем дольше ты, ты смотришь вперед, ты смотришь сквозь стекло на дорогу, но ты не смотришь на себя со стороны, ты забываешь о том, а кем ты хотел бы быть, может быть, космонавтом, может быть, пожарником, а может быть, вообще, милиционером, а стал дальнобойщиком. И это, по сути, печально. Несмотря на то, что, да, конечно, это высокооплачиваемая работа. Да, работа дальнобойщика в Америке, если сравнивать с работой дальнобойщика в России, в Европе, с любой простой рабочей специальностью во всем мире, то, наверное, вариант работы дальнобойщика в Америке это один из топовых и по оплате, и по комфорту, потому что таких тракстопов, как в Америке, их в мире нигде нету, таких широких дорог, таких больших душевых, большие магазины, рестораны, все это доступно, все сделано максимально, чтобы дальнобойщик чувствовал себя человеком. Но иногда ведь, если задуматься о том, вот 5-10 лет назад, кем мы хотели быть? И хотели ли мы быть просто рабочими людьми, или мы хотели что-то создавать, творить, рисовать картины. Вот у меня Паркер, например, да, мой студент. Он уже второй год работает дальнобойщиком, а ведь он хотел рисовать картины. Георгий, тоже мой студент, уже полтора года на траке, а ведь он прекрасно поет, он мог стать артистом. Саня из Одессы, который сейчас уже работает на драйвене, тоже полтора года мой студент. А ведь он мог стать скульптором, как минимум, потому что, или сказочником, он очень хорошие сказки рассказывает. И таких очень много ребят, которых, когда я только встретил, когда они только заходили в этот бизнес, я видел в их глазах огонь. Я видел, что из этого парня кто-то получится. Может быть, стриптанцор, потому что в Америке это достаточно востребованная профессия. Да мало ли кто. А в итоге ребята задержались и продолжают работать в этой сфере. И поговорив с каждым из них, 8 из 10 говорят, да, да, надо уходить из дальнобоя, надо уходить из дальнобоя. Но уйти из дальнобоя не так уж и просто. Не так уж и просто. Потому что засасывает. Во-первых, постоянный, еженедельный доход в размере, там, в районе 2000 долларов. Это огромные деньги. И потерять это все не каждый готов. Во-вторых, зона комфорта. Потому что дальнобой – это зона комфорта. Кто бы что ни говорил, пришел, холодильник забил колбасой с сыром, сел, поехал, денежки капают, голова ни о чем не болит, на все хватает, машину себе купил, катер взял на прокат, на самолете летаешь в Майами отдыхать на 2 недели, каждые полгода. Это зона комфорта. Я к чему это все говорю? Потому что обидно, что мы разучились мечтать. А это очень важно. Потому что человек живет, когда он мечтает. Он живет в своих мечтах отчасти. И мой призыв в том, чтобы каждый, кто ездит на траке, задумался о том, просто задумался. Я не говорю, чтобы он слазил с трака, просто задумался о том, об этом ли он мечтал еще тогда, давным-давно. И добился ли он своей цели, которую когда-то он поставил. Если нет, то что нужно сделать для того, чтобы ее добиться? Потому что все мы стали дальнобойщиками, а хотели быть космонавшими. себя немножко заправиться. Please pull ahead after fuel. А теперь обратите внимание, что нечем заправляться. Поэтому надо сдать немножко назад. Но самое главное, что человек определяет не его профессия, о его поступке. И счастливым можно быть, находясь в любой стране и работая на любой профессии, занимаясь любой работой. Не забывайте об этом. Понедельник, 5 утра. Наконец-то в Чикаго вроде бы потеплело. 4 дня не было вообще никаких грузов из Чикаго, поэтому пора выезжать в рейс. И только сейчас я осознал, что большинство дальнобойщиков скорее всего должны были стать либо прокурорами, либо юристами, либо судьями. потому что каждый второй знает, что такое законно, что такое незаконно, то законно, то незаконно. Каждый третий дальнобойщик хочет подать в суд на кого-то, то ли на компанию, то ли на дилера, то ли на поставщиков. Интересно, есть хоть один удачный пример вот этой пустой болтовни, когда драйвера постоянно кому-то угрожают, непонятно кому. Но, ребята, о кем мечтали стать? Так, что у меня в холодильнике? Есть колбаса вареная, ну, нравится она мне. Суши, сын. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...